Александре всего год и она не подозревает, что природа вмешалась в ее развитие и внесла изменения в набор хромосом ДНК. Она обычно ребенок. Добродушный, веселый, любит играть и улыбаться. Обожает маму, папу и старшую сестру. Иногда, как и другие, дети капризничает. Родители Саши узнали о том, что их ребенок родился особенным в роддоме. Принять ситуацию и идти дальше, рассказывает Мария. Ей помогла семья и знакомство с другими родителями. Конечно же, мы не ожидали, мы не знали. И, конечно же, сначала полный провал вообще всего. И страх, конечно, это первое то, что, наверное, приходит к любому человеку, который оказался в подобной ситуации. Но, слава Богу, у нас крепкая семья, много родственников, которые все нас поддержали. Мы ни от кого сразу ничего не скрывали. Помогло то, что родители Александра познакомились с семьей, где растет такой же мальчик. Общение людей, которые оказались в схожей жизненной ситуации, поддержали семью. Приехал муж и говорит, тебе нужно повидаться с замечательным мальчиком, с замечательной семьей, и тебе просто станет легче. И мы действительно приехали. Замечательную такую семью. Их мальчику Тёме 8 лет. Он учится в общеобразовательной школе. Его просто обожают в школе. Он абсолютно обычный мальчик. Родители у Александры очень активные. Они постоянно участники специальных конференций в Москве. А их дочери с первых дней жизни посещают бассейн и уже демонстрируют успехи в плавании. Именно спорт является важной составляющей успешного развития малыша. Плавание помогает преодолевать гипертонус всего тела, который свойственен особенно малышам. Помогают также семье специалисты из Рязанского дома ребенка и организации «Добрые сердца». А то, что необходимо самой Саше, это толерантность и воспитание как раз тех, кто не имеет ограничений в здоровье. Инклюзия – это просто панацея для наших детей. Не только для наших детей. Дети с любыми другими особенностями, они просто нуждаются в том, чтобы их, во-первых, не прятали, их любили. Не только мама с папой, а окружающие. А как этого достичь? Их не нужно прятать изначально. Если ребенок пошел в детский сад и рядом с ним особенный ребенок, он, придя в школу, уже не будет к нему относиться по-другому. Он его видит с первых дней жизни своей практически. Еще недавно они были закрыты от общества. Сегодня люди с синдромом Дауна добиваются успехов в спорте, искусстве, бизнесе. А самое главное – дарят любовь окружающим людям. Они просто должны знать, какие они бывают. Это и наша задача – показать им, какие они бывают, какие они добрые, какие они солнечные, какие они любвеобильные. То есть главное – показать, наверное, то, что их не стоит пугаться, а просто, наверное, стоит улыбнуться. Алена Кукулева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».